Привет всем, друзья! Это радиостанция Ялта-ФМ. Мы ведем прямой эфир в своей социальной сети Instagram. Прямо сейчас мы попробуем взять интервью у Ялтинца, у путешественника Олега Потапова. Буквально через несколько секунд он подключится к этому прямому эфиру. Сейчас он находится в Таиланде. Как вам известно, отменила Российская Федерация все рейсы по возвращению россиян в нашу страну. И поэтому так получилось, что он до сих пор находится в Таиланде, не может никак выбраться оттуда. В каких условиях он сейчас находится, что им говорят таиландские власти, что их ожидает и как все это будет происходить. Мы узнаем прямо сейчас от Олега. Он уже присоединился к прямому эфиру. И сейчас, я надеюсь, уже включит свою камеру и расскажет, ответит нам на свои вопросы. Вы также можете задавать эти вопросы в комментариях и Олег на них ответит. На самом деле, очень большое количество россиян в данный момент находится за границей. И они не имеют возможности вернуться в нашу страну. Но тем временем, пока Олег подключается, пользуясь возможностью, конечно же, хотелось бы поздравить всех ялтинцев и гостей нашего города. Сегодня, друзья, четвертого дня города. Когда-то, именно в этот день, Ялта получила статус городом. Итак, Тюльфиния. Сейчас, секунду, я просто только подъехал, чтобы у меня Wi-Fi был. Олег, привет. Привет, сейчас. Я только на байке приехал, чтобы интернет работал. Прекрасно, что появилась возможность пообщаться с тобой. Большое спасибо, что ты нашел время пообщаться с нами и рассказать, какая сейчас ситуация, какая обстановка находится, состоит в Таиланде в целом. Олег, расскажи, как ты там оказался и почему... Сейчас, секунду, Паш, я тут не один, вообще русских много людей. Привет. Привет, друзья. Все застрялись. Приветствуюсь. Так, сейчас. Ой. В общем... Мы знаем, что ты постоянно путешествуешь. И вот это, понимая, твое путешествие привело к тому, что сейчас ты находишься в Таиланде, и вы не можете покинуть страну. Но почему вы не уехали раньше? Вам же... Вы же видели новости. А раньше было уехать невозможно. Во-первых, я сюда еще приехал, когда никакой пандемии не было. Это раз. В Таиланде не было ни одного случая. Было спокойно, тихо. Не знаю, все отдыхали, купались на море. Я нахожусь на острове Качанг. Я вообще приехал сюда на три дня. Потом я собирался ехать в Мьянму. И как раз вот за эти три дня просто все произошло. Объявили пандемию. Все это придалось согласке. И просто резко рейсы... Получается, все рейсы начали отменять. Вот, кстати, ребята, которые сейчас поздоровались. Мы уже подружились все. Они купили одни билеты у них отменили. Потом другие отменили. Деньги не возвращаются. Деньги просто идут на бонусный счет. То есть авиакомпании этой вы можете в будущем слетать. А деньги не вернутся. Потому что в новинском компании просто... Когда они начнут работать, вы сможете за эти деньги улететь домой? Я скажу, нет. Дело в том, что когда все это случилось резко, билеты просто подлетели. Аэрофлот был по 200 тысяч человек. Вот сейчас до отмены сообщения я звонил как раз в S7 через их официальный сайт. Им лично звонил. Было два вылета из Бангкока. Только два вылета. Один был в Новосибирск за 132 тысячи. Только до Новосибирска. И второй был... Это 2 апреля. И 4 апреля был вылет до Иркутска за 238 тысяч человек. Эконом-класс. Это реальные цены. И некоторые люди просто не знают то, что авиасейлсы, вот эти все сайты, на них билеты не покупаются. Там вот эти цены, которые там 68 тысяч. Нет таких цен на билеты. Это отмененные рейсы. Когда тут тоже других ребят отменили рейс, мы потом его смотрели, через интернет рейс висит. То есть вы можете покупать билеты на отмененный рейс. Кто-то на этом делает деньги, какие-то, я не знаю, сайты. Сейчас кризис. Ну хорошо. Самолеты не разобрали. Сейчас самолеты не летают. Да и сейчас президент нашей страны отменил возвращение россиян, которые находятся за границей. Расскажи в целом про страну, про Таиланд. Есть ли у тебя какие-нибудь данные, сколько там россиян находится? Данные есть. Получается, мы постоянно на связи с консульством Российской Федерации, которое находится в Мангкоке. Они публиковали данные, в районе 15 тысяч россиян застряли, самостоятельных туристов. Вывезли только тех пакетников, кто брал турами, путевками. Естественно, их чартерами вывезли, потому что они просто это проплатили за свой счет. А никаких спецбортов прям таких не было. Я даже больше скажу, например, знакомые девчонки, они смогли уехать, они в Бангкоке жили в аэропорту, в инстаграме написали свой номер карты и смс-ками собирали деньги просто. Присылали там по 100-500 рублей, они накопили 200 тысяч, кое-как улетели. То есть тут настолько все сложно. Очень многие с детьми тут. Вчера видел женщину русскую, она была с ребенком маленьким в коляске. Мы разговаривали, это было возле магазина 7-11. Кстати, через 40 минут я должен быть дома, комендантский час. Вчера полиция уже без 10-ти всех. Тут рейды проводятся, то есть штраф до 40-ти штраф. Да, это где-то 100 тысяч рублей, 40 тысяч бат сейчас. Ну, вообще не буду об этом. Смысл в том, что, получается, муж в России, а жена с ребенком маленьким и подруга здесь. И все, они тут зависли и остались, не могут выехать. Вот мне пишут, я вижу, даже дороже были. Билеты максимально, лично я видел, сколько авиакомпания «Россия» 400 тысяч за одного. Это реальная сумма на сайте авиакомпании. С каких городов там находятся еще россияне, с каких областей? Есть кто-нибудь еще с Крыма? С Крыма нету, с Крыма только я. Саш, вы все с Питера, да? Да. Вот тут с Питера 5 человек. Вот, потом я встречал с Москвы, еще с Питера встречал. Так, с Ростова, с Краснодара встречал семья с двумя детьми. Людей очень много. На самом деле, вот только сейчас я недалеко на байке ездил, до одного пляжа, опять встретил русских, остановился, разговорились. Полно. Многие зависели и я говорю, а как у вас дела? Просто остановился, здравствуйте, вы русские? Да. Как у вас дела? Да, как у всех, билеты отменили, выехать невозможно. Вот и все. Все подали заявки на МИД. Мы все тут до единого подали эти заявки. Не знаю, там, по 10, по 15 раз подавали, везде записывали. Потом данные собрал МИД. И получается, вот тут девушка тоже сидит, Екатерина, она звонила в консульство при нас и говорит, здравствуйте, ну что там с нашими заявками? Они говорят, да, все, мы заявки получили. Вас в Таиланде около 15 тысяч и т.д. Она говорит, ну нас вывозить будут? Нет, потому что данные собирались, чтобы просто понять обстановку, сколько вас тут людей. Так что пока не известно, все, что нам известно, нам всем автоматически продляют визы. И мы будем пока что жить тут. Да, бесплатно продлят визы, всем автоматически. Даже не надо будет никуда ехать, потому что сам Таиланд заинтересован, чтобы мы не ехали в иммиграционную службу. Представь, 15 тысяч человек по всему Таиланду и другие, и не только русские, есть же иностранцы, и французы, и немцы, и англичане. И вот нам задают в комментарии вопрос, самый, наверное, главный вопрос. Как вы живете, где вы живете, как вы снимаете? Мы сейчас пока живем в отеле, нашли просто, я не знаю, самый недорогой отель. И на данный момент у меня стоимость 30 тысяч рублей в месяц, только с меня одного, и каждый так платит. Но мы все ищем как-то жить дешевле, мы кооперируемся группами, общинами уже, коммунами, как это сказать, и просто ищем большой дом, чтобы скинуться на всех. Вот сегодня один из домов мы нашли где-то за 40 тысяч рублей на всех. Там не очень удобно, он маленький, он далеко в джунглях, там, конечно, придется всем брать байки, там нет цивилизации, но там дешевле. И с кухней там немного проблемы, придется закупать мультиварки, там, не знаю, микроволновку купить, самим все это купить, скинуться и там жить. То есть мы пока просто вот думаем на будущее, что да кто нас будет забирать. Ну заберут, дай бог. А вот этих отелей, в которых мы живем, да у нас скоро деньги закончатся, мы просто на улицу пойдем. Причем отели закрывают, реально закрывают, отель за отелем. Сейчас я многие отели, вот которые были дешевле, ну раньше дешевле были, я хотел сейчас их еще посмотреть, все закрыто. Даже не пускают, на ресепшенах написано, не подходить, коронавирус, не подходить, все закрыто. Я сейчас пытался зайти на ресепшен, меня просто прогнали. А расскажи, как относятся к этому ко всему сами тайцы, что они говорят и какие меры по нераспространению коронавируса в Таиланде принимаются, ну кроме комендантского часа, о котором мы знаем. Так, тайцы, тайцы все потеряли работу практически, потому что все завязано на туристах. Сейчас, я не знаю, наверное, один процент от того количества, сколько, может три процента, два, ну мало людей осталось. Большинство же все-таки по путевкам их вывезли. Потом иностранцы вывозили, я знаю, Чехов там, борты были, у кого-то еще были борты. Тайцы, они многие грустят. Ну лишились люди все работы, все. Все позакрыто, где только можно, и те, которые открыты, они, в принципе, довольно лояльные. Вчера у меня налички не было, потому что, на самом деле, в тайских банкоматах дорого снимать деньги, и я уже тут придумал... Пропадает вязь. Все было. Просто уже столько вариантов ищешь, чтобы как-то где-то сэкономить и выжить. Вчера меня в кафе покормили бесплатно, угостили. Я не платил за еду, тайцы угостили. Потому что они говорят, мы все понимаем, у нас тоже хана. Вот это так, перевод. То есть все все понимают... А известно, сколько заболевших в Таиланде? Я скажу, да, конечно, известно. И намного меньше, чем в России. Это раз. Если у нас где-то прирост по 500 человек в день на российскую террасу, тут где-то по 100 человек в день заболевают. Самые печальные новости, которые пока неофициальные... Кстати, наш остров полностью закрыт. У нас нет выезда вообще, ни парома, ничего не ходит. Наш полностью... А, да, тут мне пишут в 7 вечера. Да, сегодня в 7 вечера нас покажут по НТВ, кстати. По НТВ включайте в 7 вечера, покажут интервью. И ситуация такая, что остров полностью закрыт. Выезда, въезда нет. И что хотел сказать, то что не просто так закрыли. Закрыли именно нашу провинцию. Провинцию Трат. Тут город с той стороны острова. Ну, то есть водка плавает 40 минут плыть на пароме, на ту сторону. И город Трат еще километров 40. Вот там сейчас основной госпиталь. Официально заболевших нет. Но вчера с нашего отеля чувака забрали. 37,9. Мы не знаем, что, как, пока неизвестно. Потому что у нас нету тестов. И вчера, прям реально это, ну, официально, три человека с подозрением на коронавирус, с подозрением, неофициально, то есть не подтверждено, вывезли с острова. Почему? Потому что один из людей в Бангкоке, парень, он заразился коронавирусом. Дали положительный результат тесты. Начали пробивать, с кем же он общался. И выяснили, что он общался, там, не так давно, с тремя ребятами, один, два европейца, которые сейчас на Качанке, у нас тут на острове. Естественно, их резко изолировали, их эвакуировали. Они сейчас в трате, насколько я знаю. У двух была температура, но по поводу болеют они или нет, неизвестно. Извиняюсь, можно от кондиционера простудиться, можно просто простуду подхладить. Никто не знает. Как бы паники нет, но все просто... Не, мы, кстати, используем защиту. Мы ходим в масках. Я вот выхожу... Нам в отеле маски выдают бесплатно. Все ходят в масках, да, в масках? Да, антисептики повсюду, вообще везде просто. Маски в любую аптеку. Всем очень интересно. У нас тут ходит много разных мнений, много людей выступают. И бытует мнение о том, что коронавирус боится жары. И он такой сезонный какой-то вирус. В Таиланде же жарко, и все равно есть заболевшие. В Таиланде жарко, поэтому все заболевшие из Бангкока. И в основном все заболевшие те люди, которые были в торговых центрах, в аэропортах и в таких местах, где очень сильно работают кондиционеры и холодно. Это мнение... То есть все-таки температура влияет. То есть, да. И еще такой момент, то, что все-таки наша провинция закрылась. Это большой плюс, что мы изолированы от Бангкока. Потому что Бангкок это рассадник заразы. Мы его так сейчас называем. У вас ни у кого не брали тесты на коронавирус? Никто не сдавал? Нет, тестов официально на нашем острове нету. Я каждый день езжу в госпиталь. Я тут попал в аварию на баке. Вообще ситуация на самом деле невеселая. Я ехал на баке спокойно и не один причем. Вылетел просто тает. Просто вылетел со второстепенки. Несмотря никуда. Причем ребенок. Тут катаются и дети, и бесправь. Тут как бы анархия. Вот. В этом плане. Ну дай бог, он живой, я живой. Ссадины естественно были. Серьезных травм? Нет. Ну там немножко по-другому получилось. На самом деле получилось очень серьезно. Дело в том, что царапины были не серьезные. Но так как климат тропический. Все-таки мы тут европейцы быстро заболеваем. И у меня пошло заражение. Нога распухла. Я просто приехал в госпиталь. Мне говорят, как бы тебе хана. Ну образно, что это стоит большую сумму денег все лечить. Я говорю, блин, у меня нет столько денег. В итоге я поехал в другой госпиталь. В тайский госпиталь. На другой стороне острова. Маленький госпиталь. Татский. Чисто вот местный такой. Простенький. И так получилось, что я лег в операционную. На кушетку. Положили под ногу кровоосток. Всю эту рану. И просто наживую. Без анестезии. Мне скальпелем ее там чистили, подресали. Ну честно говоря, в тот момент я не смеялся. Мне уже смешно, потому что это уже неделя прошла. Я просто орал и плакал. Вот. Даже у меня есть фотки, видео я поснимал маленько. К друзьям поотправлял. Ну жестко выглядело. Вот. Без анестезии, конечно, тяжело, когда режут. Ну пришлось терпеть. Что делать? Жизнь такая. Ну ты мужественно все пережил. Олег, расскажи, а семья твоя, жена и ребенок сейчас находятся в Ялте? Мы развелись официально. 14 февраля. Они живут в Тамане. На день влюбленных. В целом ты наблюдаешь за ситуацией, за новостями, что происходит сейчас у нас в городе, в стране, какие вводятся меры? Я все в курсе, они в Тамане, у них все хорошо, это раз. А так, вообще, конечно, я знаю, что творится в России, естественно. Я каждый день созваниваюсь со своими коллегами, друзьями. В принципе, я всегда в курсе событий, и все друзья и коллеги в курсе событий, то, что творится у меня тут. Олег, ну мы, конечно же, надеемся, что следующее интервью будем с тобой уже не дистанционно проводить, а ты придешь к нам в студию. Мы желаем, чтобы все граждане нашей страны могли вернуться, как можно скорее вернуться на родину. Надеемся, что с условиями у вас будет все лучше и лучше. В целом мы очень благодарим тебя за это интервью. Спасибо. И надеемся, что в ближайшее время ты вернешься в Россию. Спасибо. Ну, всем вечера по Москве, НТВ включайте. Да, друзья, всем вечера по Москве включайте телеканал НТВ. Там также будет интервью от Олега Потапова, а также от тех, кто находится сейчас в Таиланде. И, Алексей, могу сказать тебе, что сегодня, 4 апреля, немного в конце позитива добавить. Сегодня, 4 апреля, отмечается День города. Ну, я хочу поздравить тогда всех ялтиц в День города. Я уверен, что это 100%. По-любому, правильно? Но, дай бог, что все дома хорошо отметили, никто не болел и эта вся корона прошла мимо. Да, и самое главное, на Таиланде, кстати, реально можно равняться. Вот в плане обеспечения шикарно, просто все отели, любые магазины, везде, просто в любой магазин. Я просто пытаюсь объяснить, что Таиланд, вот по разговорам моих друзей, я же понимаю, что в России творится, мне объясняют, я смотрю новости, друзья создают по скайпу, по ватсапу. В Таиланде все по-другому, тут очень спокойно, тихо и строго. Все соблюдают, как они, они же не здороваются, они кланяются, то есть все, как они это делали, то есть нет таких контактов. Очень тихо, спокойно, но просто строго. Тут нету паники, тут намного спокойнее. И на острове вируса нету, официально не подтверждено. Дай бог, чтобы его не было. Ну, у нас, я тебе могу сказать, что тоже с каждым днем все больше, больше народ понимает, что все это не шутки и нужно сидеть дома. Поэтому, друзья, сидите дома и берегите своих близких. Олег, до скорой встречи здесь, на родине. И моя большая просьба ко всем. Я вот честно, телефон сегодня четыре раза обрабатывал. Ключи от байка там раз пять, руки раз два. Все обрабатываем руки, первая очередь, всем известно, вирус тяжелый. Кто-то покашлял, вирус там, сел на любую поверхность, он долго живет. Дай бог, что он у нас в жаре быстро умирает. Ну, где похолоднее, конечно, дольше. И мы всегда обрабатываем руки. Даже в Таиланде в щитках ходят. В щитках ходят. Не то, что в масках, в щитках люди ходят. Вплоть до того. У нас лучше посидеть дома, лучше никуда не ходить, переждать и все наладится. Так что да, все в масках. Маски, ну я не знаю, как в России, тут масок миллионы, хоть бесплатно, хоть всем, всем выдадут. Тут их меняем хоть каждый день. У нас в приложении проснулось, все начали их сшить. Это круто. Хоть кто-то. Помогут всем, выживем. Все, до новых встреч. Берегись. Все, рад всех слышать. У нас комендантский час через 25 минут, я скоро поеду домой тоже. Давай. Все, рад слышать. Всем здоровья, всем удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok